Друзья, всем привет! Меня зовут Оль. Давайте поговорим с вами о чем-нибудь красивом. Короче, у меня сегодня случился такой небольшой кризис. Я поняла, что мне не в чем вам снимать. Вот, поэтому мне пришлось затариться немножечко на ВБшечку. Вот, поэтому поставьте лайк этому видео за то, что я инвестирую в этот канал. Минуточку. Вот, ну и плюс для всех бьюти-душнил у меня хорошие новости. Сегодня отчетное видео по Project Pen. Ну и еще людям, которые любят меня все-таки слушать. Посмотрите на этот прекрасный аксессуар. Ха-ха-ха, микрофон. У меня была петличка. Мне просто было лень сводить звук и видео. Вот, а теперь чувствую, придется этим заниматься. Такие дела. Вот, короче, давайте поговорим с вами про Project Pen. Хорош пиздеть просто так. Вот, начнем с самого начала. Это тени де Бальм. Нет, не получилось у меня сделать дырку. Я пользовалась этими тенями буквально два или три раза, наверное, за это время. Хороший такой красивый баклажанный оттенок. Ну, хочется сказать, что мне не тянет на фиолетовый макияж, но... Это будет враньем. Вот, так что попользовалась буквально один или два раза тени без изменений. Дальше. Кико Милана. У меня в оттенке Smart, наверное. А нет, в оттенке 20. Фиолетовые такие тени. Короче, у меня с ними случилось бяда-бядово. Они у меня разбились. Поэтому мне пришлось их перепрессовать. Вот. Но, тем не менее, опять-таки, никаких изменений, потому что я ими тоже воспользовалась буквально один или два раза. Так, следующее. Моя трешечка вот эта. Я попробую вставить фотки куда-нибудь, чтобы было видно. Ну, в основном, конечно же, я пользовалась вот этим золотым оттенком. Немножечко пользовалась серым. И ноль раз пользовалась синим. Я такой прям гуру сфотчей, мама не горюй. Так. Дальше. Urban Decay Double Dare. Оттенок Double Take. Без изменений. Румяна у меня расходуются, как всегда, крайне медленно. Красивые румяна. Но я что-то подсела на кремовые. В основном мне пользовалась Influence. С Influence. Те, кто подписан на мой телеграм-канал, знают, что у меня случилась беда. Они просто потеряли цвет в какой-то момент. Вот. Influence. Я в вас так верила, а вы повели себя прям как мой бывший. Тени. Mini City Palette. Мы с вами договорились, что я заканчиваю здесь буквально. Вот этот вот оттенок. Серо-тауповый такой. На начало прошлого месяца по краю было по всей площади рефила. И тут прям осталось совсем чуть-чуть. И как только я заканчиваю этот рефил, я эти тени выкидываю. Moonrise. Вот посмотрите, какие они были в прошлом месяце. Я точно делала фоточку. И вот посмотрите, что с ними в этом месяце. Я закончила вот этот рефил. Я вот здесь увеличила дырку. Я вот здесь увеличила дырку. Вот здесь. Вот здесь я пробила дырку. Вот здесь я увеличила дырку. Поэтому я прям молодечек. Не буду делать фоточку. В прошлый раз делала. Так что я Moonrise прям молодечек. Так. Дальше. Карандаши пошли. Париса. Без изменений, к сожалению. Даже нет смысла показывать. Отметки, потому что он не очень радостно у меня идет. Потому что я его использую только в угол глаз. Я сейчас его подточу. Но все равно невеликий расход. Фиолетовый. Это какой у меня? 405. У 405 есть прогресс. Вот целых 5 миллиметриков. Довольно часто я им пользовалась. Потому что я сейчас тяготею каким-то вот фиолетовым макияжем. Он хорошо подходит для нижнего века. Единственный минус, что он стейнет глаз. И на утро я похожа на человека, который накуривался всю ночь. По желтому карандашу практически без изменений. Парочку раз всего я его использовала. И все остальное время он лежал. Так. Я 13-го, 10-го закончила помаду Heartbreaker. От бренда Beauty Bomb. Минус один продукт. И взяла в постоянное использование Shoe Idol. Красная фуксия. Красивый оттенок. Но помада по качеству не очень. Я уже тоже много раз об этом говорила. Я сотру сочи. Много раз об этом говорила. Потому что она отваливается кусками. Как бы ты ее не наносил. Через 4 часа. Если хорошо. Если не повезло, то сразу. Короче, не очень хорошая помада. Не люблю я ее. Но надеюсь на то, что она сейчас скоро закончится. Так. Дальше. Кремовые тени Essence. Я не помню, делала я фотографию или нет. Но я точно знаю, что я сверху чуть-чуть покоцала. И чуть-чуть увеличила донышко. У этих теней. Потому что я их прям 2 или 3 раза использовала. Как основа под тени. И это было прям хорошо. Так что пошел прогресс, так сказать. Дальше. Подводка. Пользовалась раза 3 или 4 точно. Ой, я их сейчас на тени Essence нанесу. И это будет отвратительно. Поэтому просто на руку. Подводки там, кстати, очень много. То есть я мочу, а у меня прям почти вся палка. Намоченная. Поэтому еще долго мы ее будем с вами насиловать. Я бы сказала, не один Project Pen. Она переживет. Дальше. Smashbox Easy. Ну осталось прям. Ну прям чуть-чуть. Я думала, что я ее закончу сегодня. Но нет, все равно чуть-чуть осталось. Я так думаю, еще завтра-послезавтра. То есть 1-2 ноября. И все, ее можно будет выбрасывать. Ну какая-то прям супер долгоиграющая помада у меня. Вот. Все никак не могу закончить. Так. Teddy Bear. Ни разу не пользовалась. С момента начала Project Pen. Потому что я думала, что сейчас все закончу. Закончу Изи. А Изи все не заканчивается, не заканчивается. Вот. Поэтому сейчас Изи закончится. Я возьмусь за мак. Фаибль. Воспользовалась буквально один раз. Что-то даже просвечиваться сначала. Ну такой незначимый прогресс. Потом я эту дрянь буду, конечно, с тебя стирать бесконечность. Ну, посмотрите на сводч. Дальше. Lime Crime. Разочек воспользовалась где-то случайно вместо бальзама. И все. Выбеливает она мне губы. Только под темный карандаш. Поэтому пользуюсь не так часто. И бриллиант я тоже воспользовалась один раз. В тот день, когда делала макияж, который называется «Крашусь и жалею или сочувствую Диане из пацанок». Вот там я была с этой помадой. Ну и последнее, что у меня осталось. Есть надежда на то, что я не передам эту помаду по наследству. Потому что все-таки я пробила здесь дырочку. Помаду, господи, тени. Вот. И дырочка прям большая. Вот. Так что я вообще молодец. И еще я добавляю в Project Pen три карандаша от бренда Lamelle. Потому что я поняла, что все, надо их срочно заканчивать. Потому что сколько можно. Так. Сверху вниз. Четыреста третий. Четыреста второй. Четыреста шестой. Вот такие оттеночки. Я думаю, что я их закончу, потому что у меня четыреста шестого вообще прям совсем немного. И этих тоже. Ну прям. Не так много. Хорошие это карандаши. Такие акварельные. Мне нравится ими делать макияж. Но, к сожалению, все знаем, почему нет. Вот. Что хочется сказать по поводу планов на ноябрь. Скорее всего, я продлю Project Pen до декабря. Потому что я хочу запустить годовой проект. Я что-то решила, что я не хочу больше с краткосрочными проектами связываться. Я хочу долгострой. Вот. Поэтому я возьму там продуктов ну там типа 50-60 штук. Вот. И буду из них компоновать новый проект. Что я планирую сделать за ноябрь? Ну, во-первых, я думаю, что я все-таки закончу вот этот рефил. Сколько можно? Тут уже прям совсем капля осталась. Надо добить за ноябрь. У этой палетки я точно добью вот этот оттенок. Прям гадалки не ходи. Возможно, я добью вот этот оттенок. Я попробую пробить дырки вот здесь. Но это не точно. Потому что я не очень как-то мне персиковые вот эти вот оттенки заходят. Не знаю почему. Ну, попробую. Вот. Поэтому по этой палетке планы закончить вот этот, закончить вот этот. Остальное как получится. Возможно, вот этот. Вот этот не удастся, потому что у меня будет мини-сити-пелот. Там, где аналогичный по тональности оттенок. И в этом не будет смысла. В этом он, скорее всего, будет болтаться. Ну, раз пять-шесть использую подводку. Здесь очень далеко. Очень далеко до конца. Вот. Пользуюсь время от времени, но особо не налегаю. Как закончились базовые оттенки, что-то как-то тяжело у меня идет эта палетка. Здесь чуть-чуть подточу, но тоже, скорее всего, результат будет не супер такой заметный. Здесь, скорее всего, я очень сильно увеличу дырку. Я попробую начать копать в сторону какой-нибудь стенки. Вот. Но это не точно. Вот. Попробуем, конечно. Точно вот это будет пустышка. Это прям буквально первые пару дней ноября, и все, она уйдет. Я так думаю, что значимо еще уйдет вот этот карандаш, потому что я им чаще всего пользуюсь. Ну, и вот у этого тоже, скорее, подточусь, потому что я его уронила, и сейчас я его подточу, и, короче, тоже он чуть-чуть сточится по желтому, но, возможно, тоже что-то уйдет. Хорошо должны уйти вот эти тени, потому что сейчас осень, я тяготею к вот такого оттенка макияжем, и эти тени являются хорошей основой под них. Поэтому, если не забываю, я обязательно пользуюсь этими тенями. Инфоибль буквально один-два раза. Хочется сказать, что я закончу вот эту помаду и резко начну пользоваться этой, но это не точно. Я ее поставлю на свой рабочий стол, чтобы постоянно ее видеть, она меня бесила, и я ей пользовалась. Вот, посмотрите, сколько ее осталось. Вот, возможно, я что-нибудь понаковыряю, но не факт, что я ее закончу за ноябрь. Шу тоже буду пользоваться. Красивый у нее оттенок, но из-за качества не всегда тянется к ней рука, поэтому я попробую на нее поналегать. Можно, кстати, мерить вот это вот части помады. У меня сейчас где-то по верхнюю наклеечку, вот, я так думаю, что где-то вот так, вот, может быть, там, типа, миллиметров пять, миллиметров пять, может быть, сантиметр, у меня потратится за это помада, но это не точно. Вот этой тоже тайм-то тайм буду налегать, потому что у меня две нюдовые помады, которые надо закончить. Время от времени пользуюсь, но не обещаю, что я прям какой-то великий прогресс сделаю, потому что здесь, сколько миллилитров вообще? Здесь 2,96 миллилитра. Ну, не знаю. Короче, не самый мой любимый блеск. Возможно, в теории, когда у меня закончится масло от Эвелин, которым я сейчас пользуюсь, я поставлю этот бальзам ему на замену. Возможно. Почему бы и нет. Но это не точно, опять-таки. Из-за сильного запаха не самый мой любимый блеск. Хотя Лен Ленский Бьюти говорила о том, что там нет проблем с запахом, пахнет он приятно. Туда-сюда. Пиздела получается. Так. Ну, тут буду пользоваться, сколько смогу. Потому что, ну, как бы, во-первых, оттенки такие специфические. Для меня, безусловно, это, конечно, могут быть и ежедневными оттенками с уровнем моей упортости. Но, опять-таки, это не точно. Прикольно получается макияж в сочетании вот этих вот теней и фиолетовый оттенок из Монрайс, который вот у меня сейчас на подвижном веке. Но, опять-таки, каждый раз не будешь так краситься. Короче, надо будет подумать, как с этими тенями поиграться. Вот. Ну, и тут я продолжу копать. Здесь уже есть ощущение ямки. И сейчас прям как раз будет пора для этих румян. Вот. Поэтому буду пользоваться. Вот. Такие у меня планы на Project Pen. Точно будет две пустышки, я так думаю. Остальное по ситуации. И две, четыре, наверное, пустышки. Два рефила. Два рефила. Мини сити пеллот и изи. Вот. Остальное по ситуации. Как-то у меня... Вначале, мне кажется, веселее шло. У меня сразу закончился карандаш в конце сентября. Как-то у меня дырки начали появляться в ламеле. Как-то прям это было бодро и весело. А сейчас что-то как-то это... Немножко я подзастряла. Но я и крашу, честно говоря, не так часто. В основном крашусь понедельник-вторник. И если куда-нибудь выхожу. Вот завтра у меня не так много будет созвонов. И вечером я собираюсь в бассейн. Поэтому, скорее всего, я завтра даже краситься не буду. В выходные у меня будут гости и спортзал. Но в спортзал я не крашусь. Для гостей, возможно, накрашусь. И в понедельник я иду на квиз. Но это уже на следующей неделе. Туда я тоже накрашусь. А так... Нет поводов краситься я... И не крашусь. Такие дела. Напишите свои результаты Project Pen, если вы его ведете. Расскажите, как вам моя тельняшка новая. Она зеленая. Видите, какого красивого зеленого цвета. Я поняла, что я очень люблю зеленый цвет в одежде. У меня его очень много. И сейчас я купила вот этот лонгслив с зеленой полоской. Я купила еще какого-то бледно-зеленого цвета кофту. У меня два зеленых костюма трикотажных, в которых я выхожу из дома. Короче, что-то как-то у меня... Вокруг меня все стало вокруг голубым и зеленым. Я бы сказала даже так. Вот. Так что, такие дела. Подпитывайтесь. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, если вы хотите видеть более быстрые новости. Я там постоянно записываю кружочки, показываю там сурочку. Там будет полный набор фотографий из моего видео про мой лишний вес. Я там выложу фотографии себя в молодости. Ну и плюс там всегда такое... Фаст-общение с моими подписчиками. Если вам нужна помощь там с резюме поиском работы, тоже можете мне написать в телегу. Я с удовольствием вам помогу. Вот такие вот дела. Мы с вами увидимся в своем следующем видео. Пока! Пока!